В самом сердце Бескрайнего океана скрывается остров, который кажется обычным только на первый взгляд. Каждый исследователь, приближаясь к его берегам, ощущает невидимое напряжение в воздухе. Легенды о загадочном острове передаются из поколения в поколение среди местных моряков. Рассказывают, что животные на этом участке суши ведут себя странно. Они избегают любого контакта с человеком, что противоречит их естественным инстинктам любопытства. Первый шаг на остров – это погружение в неизвестность. Деревья, склонившиеся от постоянных штормовых ветров, кажутся молчаливыми свидетелями тайных событий. Тропы, изрезанные корнями и покрытые мхом, ведут вглубь леса, где царит нелегкая атмосфера. Ученые, прибывшие сюда, стараются не терять времени даром. Они разбивают лагерь у самой воды, разглядывая горизонт в поисках малейших признаков странности. Первая ночь проходит в напряженном ожидании. Лишь шелест листвы и крики животных нарушают тишину. Однако никто из них не осмеливается подойти ближе к лагерю. Исследователи устанавливают ловушки с камерами, но кадры подтверждают одно. Животные останавливаются задолго до того, как попадают в объектив. Как будто невидимая стена удерживает их. Перед рассветом, когда туман еще окутывает остров, ученые отправляются вглубь. Они находят следы, принадлежащие крупным млекопитающим, но все они избегают маршрутов людей. Вскоре обнаруживается еще одна аномалия. Следы обрываются, будто животные внезапно изменили курс. Это лишь усиливает интригу, что за сила управляет их поведением. Но тайны острова только начинают раскрываться. Вскоре ученые наткнутся на нечто, спрятанное в глубинах этой земли, что может пролить свет на причину столь странного поведения местной фауны. Животные в страхе – невидимый барьер. Но что же заставляет животных избегать людей, как будто они чувствуют угрозу на этой таинственной земле? Ученые продолжают свои исследования, находясь в постоянном состоянии бдительности. Они замечают, как даже самые мелкие существа избегают мест, где недавно прошли люди. Казалось бы, это простые обитатели леса, но их поведение резко контрастирует с привычным и ожидаемым. Белки, обычно игривые и любопытные, стремительно убегают, заподозрив присутствие людей. Птицы, вместо того, чтобы с интересом наблюдать за деятельностью ученых, предпочитают держаться подальше, расправляя крылья и исчезая в небе. Таинственная аура острова влечет исследователей все глубже в его зеленые недра. Они решают изменить тактику и провести ночь не в лагере, а в полном погружении в лесную чащу, надеясь увидеть и понять, что же происходит на самом деле. Но ночь приносит больше вопросов, чем ответов. В темноте слышны звуки, напоминающие шорох и движение, но животные продолжают оставаться вне поля зрения. Кажется, что сам остров подсказывает им держаться подальше, подчиняя их своему невидимому приказу. На следующий день группа ученых решает исследовать берега острова, где часто видят морских существ и птиц, но и здесь они сталкиваются с той же загадкой. Животные избегают их пути. Создается ощущение, будто вся природа вокруг действует согласно какому-то древнему инстинкту, который невозможно объяснить логикой и наукой. Перед исследователями встает новая задача – обнаружить скрытые силы, которые остаются невидимыми для человеческого глаза, но явными для обитателей острова. Какую тайну скрывает эта земля? Ответ может быть ближе, чем они думают, и он может пролить свет на невидимый барьер, защищающий животных от вторжения человека. Тайны в земле. Древние артефакты. Путешествуя по острову, ученые сталкиваются с неожиданным открытием. В лесу под плотной завесой зелени они находят странные каменные структуры. Эти конструкции явно не являются природными образованиями. Слишком правильные формы, слишком четкие линии. Камни, покрытые мхом или шайником, рассказывают о давней истории, скрывающейся под землей. Одна из находок привлекает особое внимание. Массивный каменный круг, напоминающий древний алтарь. В течение нескольких дней исследователи упорно работают, расчищая место древних артефактов. Они обнаруживают резьбу на поверхности камней, изображающую сцены с животными и людьми. Каждое изображение несет в себе историю, но смысл этих посланий остается загадкой. Тем временем магнитные инструменты фиксируют аномальные показания. Как будто сама земля переменчива. Раскопки продолжаются, и ученые находят захороненные в земле предметы. Осколки керамики, грубо сделанные инструменты и кости. Все это указывает на существование древней цивилизации, чьей культуре посвящены эти сооружения. Неожиданное открытие старинных ритуальных масок заставляет задуматься о шаманских обрядах, возможно, связанных с поведением животных. Ученые тщательно документируют каждую находку, надеясь, что подробный анализ раскроет тайны древних обитателей. Но загадки острова не ограничиваются только материальными свидетельствами. Вокруг древних артефактов замечают измененное поведение животных. Они обходят эти места стороной, как будто боятся приблизиться. Кажется, что остров хранит воспоминания о прошлом, передавая их своим обитателям через невидимые каналы. В то время как ученые пытаются расшифровать послания прошлого, ощущение близости раскрытия великой тайны становится невыносимым. Что же именно прячется в глубинах этой земли? Каждый шаг вперед приближает их к ответу, который может изменить все известное о взаимодействии людей и природы на этом загадочном острове. Магнитная аномалия. Земля, которая меняет поведение. Исследователи, обнаружившие странную аномалию, вскоре понимают, что магнитное поле острова ведет себя совершенно непредсказуемо. Компасы, которые они используют, начинают показывать неверные направления, заставляя ученых сомневаться в надежности своих инструментов. Вдали от лагеря возникают участки, на которых стрелка компаса начинает вращаться без остановки, будто злые чары направляют ее. Это место не поддается законам природы, известным современной науке. Специально привезенное оборудование выявляет нарушения магнитного поля в разных частях острова. Приборы фиксируют резкие скачки, словно невидимые силы стремятся изменить привычный порядок вещей. Эти аномалии совпадают с зонами, где животные особенно осторожны и избегают людей. Кажется, что сами недра Земли пытаются защитить своих обитателей от вмешательства извне. Ученые начинают проводить эксперименты, чтобы понять природу этих магнитных аномалий. Они устанавливают датчики и записывают данные, стремясь выявить закономерности. Однако эти попытки сопряжены с трудностями. Подобные явления нельзя объяснить только природными факторами, что вызывает интерес и недоумение у всех, кто участвует в исследовании. Погружаясь глубже в изучение, ученые замечают, что магнитные аномалии связаны с местами, где были обнаружены древние артефакты. Это открытие наталкивает их на мысль. Возможно, старинные ритуалы, проводимые здесь, оставили следы, которые до сих пор влияют на Землю. Каждая находка добавляет новые элементы к сложной мозаике острова. Вскоре исследователи решают привлечь внимание к своей работе. Это может быть ключом к пониманию не только поведения животных, но и многовековых тайн, заключенных в этой Земле. Сама природа подсказывает, что разгадка уже близка и раскроется в самый неподходящий момент. Время, проведенное на острове, становится настоящим испытанием как для научного разума, так и для интуиции. Ведь тут каждое дерево, каждый камень хранит свои секреты. Шаманские предания. Наследие первобытных жителей. На острове, где каждый шаг открывает новые тайны, ученые начинают исследовать мифы, связанные с древними обитателями этой Земли. Легенды, собранные из уст местных жителей, рассказывают о шаманах, которые проводили ритуалы, способные влиять на поведение животных. Эти шаманы, как говорят, обладали удивительными способностями. Они могли общаться с природой и подчинять ее своей воле. Говорят, что в древние времена животные были защитниками этих земель, исполняя роль стражей острова. Исследователи углубляются в изучение территории, где были обнаружены артефакты. Они находят рисунки на стенах пещеры, изображающие сцены, которые кажутся частью старинного ритуала. Изображения показывают людей с масками животных, окруженными танцующими животными, как будто в мистическом сообществе. Эти сцены укрепляют гипотезу о том, что древние обитатели могли использовать своеобразные ритуалы для контроля над фауной. Путешествие по острову приводит ученых к одному из самых значительных открытий. В одной из пещер находят древний барабан, покрытый резьбой, который проявляет признаки использования в религиозных обрядах. Выясняется, что звук этого инструмента способен вызывать резонанс в некоторых участках острова, что, возможно, объясняет влияние на животных. Ученые решают провести эксперимент. Они воссоздают ритмы, изображенные на рисунках, и вскоре замечают. Животные на мгновение останавливаются, будто прислушиваясь к давно забытой мелодии. Каждое новое открытие приближает ученых к разгадке тайны. Все найденное указывает на то, что древние жители имели уникальные знания о взаимосвязи природы и человека. Но полного понимания пока не достигли. Многие вопросы остаются без ответа. Как шаманы могли влиять на окружающий мир? Были ли их способности результатом долгих годов практики? Или вмешалась какая-то неизвестная сила? Напряжение нарастает, исследования продолжаются, и все сильнее ощущается, что в недрах этого острова скрывается ключ к разгадке великой тайны. Провалившиеся экспедиции, прошлые попытки разгадки. Сложно поверить, но этот остров стал местом, с которым связывают множество провалившихся экспедиций. Истории о неудачных попытках разгадки передаются как предостережение. Многие исследовательские группы снаряжались с намерением раскрыть тайны острова, но их усилия неизменно обрекались на неудачу. Одной из первых известных попыток была экспедиция в 17 веке, когда группа изыскателей решила изучить аномальное поведение фауны. Однако их исследование завершилось внезапным исчезновением команды, и никаких следов больше не было найдено. В 19 веке еще одна экспедиция отправилась на остров. Эти исследователи столкнулись с загадочной болезнью, которая поразила их ряды, значительно ослабив отряд. Они были вынуждены вернуться, не достигнув своих целей. Медицинские журналы той эпохи упоминают о странных симптомах среди участников, которые не были характерны для известных заболеваний. Все это лишь укрепило веру в то, что остров несет в себе некую неведомую опасность. В начале 20 века еще одна группа ученых пыталась раскрыть тайну острова. Во время их пребывания из строя выходило оборудование, и их записки свидетельствовали о странных ощущениях и галлюцинациях. В конечном итоге условия вынудили их оставить попытки и эвакуироваться. Эта серия неудач порождала слухи о возможных проклятиях, связанных с островом. Современные исследователи изучили данные о прошлых экспедициях, пытаясь извлечь уроки из предыдущих ошибок. Они постарались создать более безопасные условия исследования и обратили внимание на мистические аспекты легенд, давно окружающих это место. Тем не менее, даже с передовыми технологиями и доскональной подготовкой остров продолжает оставаться несгибаемым хранителем своих секретов. Вопрос о том, что именно здесь скрывается, остается открытым. Но ученые понимают, что каждое новое открытие приближает их к пониманию истинной природы этого таинственного места. Звуковые волны – неуловимый язык природы. И вот, когда ученые начинают чувствовать, что разгадка совсем близка, все внимание привлекают звуки. Ночью среди звенящей тишины они замечают удивительное явление – едва уловимые звуковые волны, исходящие от Земли. Эти тонкие вибрации, казалось бы невидимые для человеческого уха, становятся ощутимыми, когда настраиваешься на них. Ученые, вооруженные специальным звуковым оборудованием, начинают записывать эти звуки, надеясь найти в них ключ к пониманию загадочного поведения животных. Каждая ночь приносит новые открытия. Звуки обладают странным гипнотическим эффектом. Они проникают в сознание, создавая иллюзию, что природа сама ведет диалог. Некоторые члены экспедиции отмечают, что звуки напоминают ритмы древних барабанов, как будто остров оживает, рассказывая свою историю через музыку. Эти звуковые волны могут влиять на животных, создавая вокруг них невидимый барьер. Исследования показывают, что звуки концентрируются вокруг определенных точек, где, вероятно, проходят подземные потоки или лежат артефакты. Другими словами, остров разговаривает, используя язык природы, который давно забыт людьми. Несколько ученых проводят эксперимент, воспроизводя записи звуковых волн в разных частях острова. Их теория заключается в том, что эти звуки могут быть связующим звеном между магнетизмом Земли и поведением фауны. Однако в процессе эксперимента возникает новая загадка. Животные начинают вести себя еще более странно. Некоторые из них, раньше избегавшие людей, на мгновение подходят ближе, будто пытаясь понять источник звука. Это открытие заставляет исследователей задуматься. Возможно, эти волны не просто случайное природное явление, а часть древней системы, созданной для защиты острова. И хотя ученые приблизились к пониманию этого феномена, они осознают, что остров продолжает хранить множество секретов, которые только предстоит раскрыть. Раскрытие этой тайны становится делом времени и терпения. Ощущение того, что они на пороге великого открытия, не покидает их ни на минуту. Искусство наблюдения. Финальные открытия ученых. С течением времени и накоплением данных исследователи начинают ближе узнавать этот таинственный остров. Они замечают, каждое животное обладает уникальным паттерном движения, отвечающим местным аномалиям. Постоянные наблюдения фиксируют, что животные, пробираясь сквозь лес, не только избегают людей, но и держатся отдаленно от определенных участков земли. Эти зоны совпадают с местами с аномальными магнитными полями и звуковыми волнами. Таким образом, ученые начинают сомневаться в естественности этих явлений. Они решают провести более детальные исследования с применением передовых технологий. Вскоре становится ясно, что остров словно живет собственной жизнью. Каждое дерево, камень и животное здесь реагируют на присутствие человека с настороженностью. Подобная реакция вызывает подозрения. Неужели остров действительно обладает древней защитной системой, следящей за его обитателями и защищающей их от внешнего вмешательства? Ученые продолжают изучать местность, собирая образцы почвы, растений и воды, стремясь найти молекулярные свидетельства, подтверждающие их гипотезы. В один из дней они наталкиваются на поразительные открытия. На древней резьбе в одной из пещер изображены сцены, схожие с позами животных, наблюдаемыми на острове сегодня. Эти художества, по-видимому, являются частью древнего послания, скрытого в каменных стенах. Это открытие ставит под сомнение представление об обыденности. Ведь оно указывает, что древние жители обладали знаниями о природе и ее скрытых законах, которые нам остается только догадываться. Все найденное указывает на сложную сеть взаимодействий между природой и человеческим присутствием. Кульминацией становится понимание. Здешняя природа словно оживает, подчиняясь некому древнему ритуалу. Ученые начинают систематизировать все факты и наблюдения, стараясь создать общую картину, настолько сложную и многогранную, что она может перевернуть представление о взаимодействии человека с окружающей средой. Таким образом, этот загадочный остров не только хранит свои тайны, но и открывает новый пласт знаний, которые до сих пор были скрыты от человечества. Завершая исследование, ученые осознают, что они только на пороге открытий и настоящая разгадка еще впереди.